Есть мнение, что руководство Арцаха менялось по требованию России. Тогда возникает вопрос, зачем все это случилось? Я не могу комментировать абстрактное мнение. У нас есть свидетельства или доказательства того, что руководство Арцаха менялось по требованию России. Я, например, удивлялся тому, лично я, что, прекрасно зная, что Карабах сейчас будет сдан, руководство Армении позаботилось о том, чтобы вывести на территорию Армении руководство Нагорного Карабаха. Потому что ведь выдача руководства была одним из требований Алиева, и руководство Заке оказалось под его контролем. Хотя могло, я думаю, оказаться на армянской территории. Мне так кажется. Ну нет, Ростислав, смотрите. Они арестовали людей, руководителей Нагорного Карабаха, которые доверяли России и находились на территории российских миротворцев. Насколько я знаю, ну, по крайней мере, по сообщениям СМИ, которые я видел, понимаете, я же на месте не присутствую, не могу своими глазами на это посмотреть. Так вот, их арестовали при пересечении границы. Пересечения границы, ну, в основном, я видел эти сообщения. Я не видел сообщения о том, что их арестовали на базе российских миротворцев или при помощи российских миротворцев. Ну, они до этого находились на базе российских миротворцев. Откуда и решили перебраться в Армению. Значит, были гарантии, нет, что они смогут перейти границу? Кто им мог дать гарантии? Я по логике говорю. У меня нет особой информации. Видите, если они решили выбраться в Армению, да. Насколько я понимаю, им никто не мог дать гарантии, что российские миротворцы останутся в Карабахе навечно. Значит, но, по крайней мере, какое-то количество времени они могли прожить на базе российских миротворцев, не покидая ее. Я вам напомню, что когда-то Наджибулла несколько лет прожил в представительстве ООН в Кабуле, пока его не поймали талибы, которые нарушили дипломатическую неприкосновенность представительства ООН. То есть, это его не спасло, но несколько лет он там прожил. То есть, теоретически они могли остаться на базе, и там за их безопасность отвечали миротворцы. Но когда они покинули базу и двинулись в направление Армении, то за свою безопасность они уже отвечали сами. Факты говорят несколько об ином. Как минимум, два президента Нагорно-Карабахской республики, Бакоса Акян и Аркадий Лукасян, а также председатель парламента Нагорно-Карабахской республики Давид Ишханян, находились в расположении российских миротворческих сил. И только, во всяком случае, по имеющимся сегодня сведениям, Рай Карутюнян собирался пересекать границу через Лачинский пограничный пункт. И таким образом мы имеем ситуацию, когда по требованию азербайджанских правоохранительных органов российские миротворцы допустили, чтобы в месте их расположения были арестованы высокопоставленные бывшие и нынешние должностные лица Нагорно-Карабахской республики. С какой целью? Я думаю, это произошло под давлением Баку. Формальный повод мог быть, что в любом случае они находятся на территории суверенной республики Азербайджан. У российских миротворцев никакого мандата на какую-то их территориальность и недопуска на их территорию азербайджанских правоохранительных органов не было. Поэтому они имели право зайти на эту территорию и арестовывать того, на кого был выдан ордер. Сопротивления со стороны российских миротворцев опять же не было, поскольку я уверен, что этот вопрос может быть в самый последний момент был согласован на высоком политическом уровне. И здесь я хотел бы провести параллель, может быть немного странную, между событиями в Армении в январе 2015 года, когда младший сержант Валерий Пермяков расстрелял гибрийскую семью, 6 человек, и после этого был задержан военным патрулем российским, хотя он совершил преступление на территории Республики Армения и задержан был на территории Республики Армения, а не на территории российской военной базы, и после этого его не выдали армянскому правосудию. То есть здесь сравнение, они, может быть, и хромают, но говорят о многим. Они говорят о том, что взаимодействие или готовность России идти на требования Азербайджана, они гораздо, скажем так, более ярко выражены сегодня, чем были отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией в 2015 году. Все это говорит о том, что, безусловно, баланс интересов и приоритетов очень сильно изменился сегодня и никак не соответствует статусу союзнических отношений между Москвой и Ереваном. Есть что добавить, Рассиослав? Ну, во-первых, опять-таки, я не могу комментировать утверждения по некоторым данным. Значит, некоторые данные, значит, они либо озвучиваются, откуда эти данные, значит, либо их просто не существует. Я не могу опровергать, да, или подтверждать, что они там были арестованы на базе или не на базе, потому что я не видел, слухами я не пользуюсь. Могу сказать одно, что в российском информационном пространстве такая вещь, как арест трех человек на базе российских миротворцев, значит, даже, несмотря на то, что они не имели мандата на их защиту, да, значит, очевидно, должна была бы появиться. Просто потому, что она очень разнообразная, в том числе оппозиция бы это активно бы использовала. Я этого не слышал, значит, в данном случае комментировать не могу. Сравнение с арестом российского гражданина действительно хромает, потому что Россия своих граждан не выдает. Если бы его арестовала бы армянская полиция, посадили бы в армянскую тюрьму, очевидно, был бы разговор другой. Вы этот случай помните, 15-го года, то, что случилось? Да, помню, 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 помню. Это очень активно освещалось, да, и по этому поводу шли очень долгие сложные переговоры, там, и так далее. Вот. Но если он оказался в руках российских миротворцев на российской военной базе, Россия по конституции своих граждан никому не выдает. Значит, соответственно, их выдать было практически невозможно. Что касается союзнических отношений, а это, я считаю, главный момент в этой всей истории, ну, опять-таки, никто не удивлен, потому что с момента прихода Пашиняна к власти было заявлено о том, что Армения, значит, выбирает европейский объект развития. Пашинян сделал много для того, чтобы вытеснить Россию из Армении, до конца еще не вытесненная, думаю, что когда-нибудь и вытеснит, возможно. Значит, это, опять-таки, это суверенное право Армении выбирать все союзников, менять союзников, быть довольны союзниками или недовольны союзниками. Ну, ради бога, будут другие союзники, посмотрим, насколько это будет эффективно. Ну, я не совсем, безусловно, согласен с Ростиславом. Я считаю, что изменение того баланса интересов и приоритетов, о которых я говорил, он произошел задолго до прихода к власти Николы Пашиняна, и заинтересованность России во взаимодействии, укреплении сотрудничества с Азербайджаном и Турцией укреплялась по мере того, как российские интересы в Армении становились все более и более туманными. Да, и поэтому сегодня можно говорить о том, что, безусловно, для России гораздо важнее эти два государства, соседние с Арменией, хотя с ними нет союзнических отношений, но с Азербайджаном есть договор о союзническом взаимодействии. От 22 февраля 2022 года, буквально за день до, поскольку там часовая разница есть, можно говорить, за день до начала войны в Украине. Все это привело к тому, что, да, российско-армянские отношения постоянно теряют в своей значимости. Для обеих стран на этот счет не надо сильно нервничать и проявлять эмоции. Это те реалии, которые надо принимать. Просто надо приводить в соответствие формальные отношения с тем, что есть реально в жизни. Я думаю, об этом должен быть конструктивный диалог между Москвой и Ереваном. И, конечно, изменения характера этих отношений очень мало или совсем не связаны с новой армянской властью, хотя мы понимаем, что личные симпатии между руководством России и нынешним руководством Армении, они, может быть, слабее, чем были до 2018 года. Но мы понимаем, что реальная политика делается не на личных симпатий, а исходя из тех реалий, в которых мы живем, Никол Пашинян никогда не заявлял, что он заинтересован изменять внешнеполитический вектор. Напротив, и он, и его команда всегда заявляли, что изменения внутриполитические в Армении никак не связаны с изменением вектора. А то, что происходит сейчас, повторяю, это всего лишь требование времени и требование тех событий, которые происходят, я уже думаю, долгое время. Так, теперь дальше. Сегодня поступила информация, Ростислав, что делегация Минобороны России прибудет в Ереван для обсуждения сроков вывода миротворцев из Нагорного Карабаха. Теперь вопрос. Этот вопрос надо с Ереваном обсуждать? При чем тут Ереван? Ну, в таком случае Ереван могут отказаться от принятия делегации Минобороны России. Понимаете, я не знаю тонкостей соглашения, потому что оно не было опубликовано. Но, как правило, это азбука международных отношений, значит, две стороны дают согласие на присутствии миротворцев. Если хоть одна сторона не согласна... Где будут? Всегда, если миротворцы куда-то приходят, в зону конфликта, две стороны дают согласие на присутствии миротворцев. В Нагорном Карабахе сейчас нету армии больше. Там 10 или 15 человек осталось. То есть, должно было быть, опять-таки, согласие Азербайджана, согласие Армении, потому что вопрос решался на входе трехсторонних переговоров, насколько я помню. И в ходе трехсторонних переговоров между руководством России, Армении и Азербайджана. Нагорный Карабах не признавался ни Армении, ни России, соответственно, на переговорах присутствовать не мог. И не мог представлять отдельную сторону переговоров. Соответственно, вывод миротворства должен быть согласован с Азербайджаном, должен быть согласован с Арменией. Я думаю, что это чисто техническая практика, поскольку раз больше нет Нагорного Карабаха, то нет и мандата миротворства, то еще мы должны там больше заниматься. На самом деле, при чем тут Ереван, если... Нет, ну, во-первых, одно уточнение. То согласие, которое принятием совместного трехстороннего заявления дали Баку, Ереван и Москва, предполагалось, что его достаточно до ноября 2025 года. И согласие, дополнительное согласие о продлении миссии, оно должно было быть за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока. То в середине 2024 года. Ну, понятно, что нынешняя ситуация, она диктует необходимость какого-то пересмотра, хотя и срок пятилетний не истек, какого-то пересмотра присутствия российских миротворцев. Почему с Ереваном пытается согласовать этот вопрос Минобороны России? Я по последним данным не услышал подтверждения Минобороны Армении, что такие переговоры идут. Пока что эти заявления прозвучали только из Москвы. Не знаю, наверное, может у вас более свежие сведения. Но Ереван пока не подтвердил, что об этом идет какой-то диалог. Но даже если этот диалог идет, я не знаю, по каким мотивам армянская сторона о нем ничего не говорит, он вполне естественен. Российские миротворцы зашли на территорию Нагорного Карабаха через Армению, значит, они и выходить должны через территорию Армении. И это требует решения очень серьезных технических, логистических вопросов. Второй вопрос, который также, он теоретически может быть всего лишь озвучен, поскольку мы не знаем подробностей. И здесь, в отличие от ситуации с арабахскими президентами, на самом деле нет ясности. Я всего лишь отмечу, что нахождение Аркадия Укасяна, Бакоса Акяна и Давида Ишханяна в расположении российских миротворцев однозначно освещается как азербайджанскими, так и армянскими средствами массовой информации. Я не знаю, почему к ним не присоединились в этом плане российские журналисты. Так вот, второй вопрос, а куда, собственно, передислоцируются российские миротворцы? И если мы вспомним заявление последних двух месяцев или предложение последних двух месяцев относительно того, что военные, российские, а также представляющие ОДКБ могут стать на границе между Арменией и Азербайджаном. Это предложение Армения получила, но ответа на него конкретного... В Зангизур. Не только в Зангизур, по всей протяженности армяно-азербайджанской границы. Я не знаю, в силе ли это предложение, но оно официально... В эти дни очень активно обсуждается как раз этот вопрос, что миротворцы переберутся в Сюникский район, да? Ну, неважно. Где Россия хочет открыть консульство еще? Во всяком случае, это вопрос, который тоже может обсуждаться чисто теоретически. Опять же, я говорю, насчет этого у меня конкретных сведений нет, поэтому вполне логично, если разговоры об этом между Москвой и Ереваном идут. Росислав? Ну, что, по-моему, мы практически, в данном случае, позиция практически совпала. То есть, мы разными словами стали одно и то же. Да, по поводу Сюника, Зангизура, да? Вы тоже? По поводу российских миротворцев, то, что в данном случае... В Армении очень многие говорят, что, вероятно, Россия захочет разместить своих миротворцев в Сюнике, в Зангизуре. Вероятно, захочет, я не знаю, потому что такие заявления не делались. Может быть, и захочет, может быть, предложит Армении России разместить миротворцев, или даже, скорее, миротворцев в ДКБ, потому что я считаю... Это мое личное мнение, да, не российское, а мое персональное мнение, что Россия... И, вероятно, откроется консульство российское в Сюнике. Учитывая состояние российско-армянских отношений на данном этапе, я лично считаю, что России крайне невыгодно держать своих миротворцев, в том числе на границе Армении и Азербайджана. А выгоднее было бы разместить там действительно миротворцев в ДКБ. Пусть даже из них 90% будут российскими, но чтобы это были не российские миротворцы, миротворцы именно в ДКБ. Как это будет развиваться в данном случае, я не знаю. Будет законное предложение, было законное предложение, будут по этому поводу вести переговоры или не будут по этому поводу вести переговоры, какая будет позиция армянской стороны в данной ситуации. Это, так сказать, покажет время. Покажет время, мы об этом узнаем. С точки зрения возможности остановки конфликта, насколько, опять-таки, у меня подсказывает память, ни разу ни одни миротворцы, ни на Синайском полуострове, ни в Югославии, значит, не смогли остановить сторону, которая решила начать конфликт. В том числе, значит, есть опыт гибели, я уже не помню, взвода, по-моему, голландских миротворцев, если не ошибаюсь, на этом самом, на Синайском полуострове, когда Египет начал воевые действия. Есть опыт ухода тех же, по-моему, голландских миротворцев или канадских из Сребреницы, когда они открыли дорогу с сербским войскам, ванклахтам и так далее. То есть, в данном случае миротворцы присутствуют ровно до тех пор и способны выполнять свою миссию ровно до тех пор, пока есть добрая воля обеих стран. Они фактически фиксируют, то есть не дают войскам противоборочных сторон непосредственно соприкасаться, для того, чтобы уменьшить возможность и вероятность совершения разного рода провокаций. Но предотвратить войну миротворцы не могут. Поэтому, даже если такое решение будет принято, и даже если такое решение будет армянской стороной согласовано, то надо понимать, что нельзя требовать от миротворцев того, что вообще не входит в принципе в их функции. И нельзя возлагать на это слишком большие надежды. Миротворцы – это не союзная армия, которая защищает чью-то территорию. Миротворцы – это войска, которые не дают соприкасаться войскам противоборствующих сторон. Вот придет ОДКБ. Ну, я считаю логичным, да, что скорее Россия предпочтет, чтобы российские войска стояли под флагом ОДКБ. Но мы не видим пока позиции по этому вопросу со стороны Еревана. Да, Ереван никак не откликнулся на это предложение. И здесь я считаю, заинтересованность России, она очевидна. И для меня причины этой заинтересованности тоже очевидны. Если российские военные выстраиваются на всем протяжении армяно-азербайджанской границы, я не думаю, что если это произойдет, это будет только Сюник. Мы уже сейчас знаем, что российские военные подразделения есть в Таушской области на границе с Азербайджаном. Я не исключаю, что они могут появиться в районе Вартыниса, в Сотке в частности. И если это станет фактом, и Ереван даст на это согласие, это будет означать одну очень важную вещь во всем процессе армяно-азербайджанского регулирования. Что и процесс делимитации и демаркации границ будет происходить под определенным покровительством России. И это, безусловно, очень важная функция, которая повышает вес и роль России в этом регионе. Поэтому Россия будет всячески этого добиваться. И, скажем так... И стороны не могут не согласиться с этим. Почему? Они могут не согласиться, в конце концов. В частности, поскольку российские войска будут располагаться на границе, на территории республики Армения, требуется согласие армянской стороны. И Азербайджан, я думаю, не будет сильно возражать, поскольку, как мы видим, посредничество России в достаточной степени выгодно сегодня Азербайджану. И это, безусловно, даст преимущество Москве в ее конкуренции за роль главного посредника как с Европейским Союзом, так и с Соединенными Штатами Америки. Поскольку мы также помним, что были предложения со стороны Европейского Союза, помочь экспертизой, помочь опытом своим, да, предыдущим в процессах делимитации, демаркации границ, на этот счет тоже не было конкретного решения. Но сейчас, в принципе, по этому вопросу идет серьезная конкуренция между западными площадками и российской. Так, завершаем, кажется, Ростислав. То, что случилось в Нагорном Карабахе, это, по большому счету, меняет суть переговоров между Баку и Ереваном? Я считаю, что это практически перевернуло суть переговоров между Баку и Ереваном. Я вам уже говорил в середине этой передачи, да, что если до этого речь шла об определенных уступках в вопросе доступа Азербайджана к Нахичеване и так далее со стороны Армении, то сейчас этот вопрос может быть поставлен заново, потому что он первоначально рассматривался как вопрос компенсации за то, что в Карабахе остается некое автономное, полуавтономное, непонятное армянское образование, и к нему остается Лычинский коридор из Армении в Карабах. Сейчас всего этого нет. То есть если снят один полюс договоренности, то исчезает и другой полюс договоренности, в принципе. То есть не за что уступать. Таким образом, с моей точки зрения, переговоры могут начаться, по сути дела, сначала, с чистого листа. И там, опять-таки, настолько я понимаю, что сегодня это уже упоминалось, там вообще-то вопрос, можно сказать, делимитации границы, да, а граница между союзными республиками, вы знаете, никогда не были демаркированы на местности, никогда не были нанесены реально на карты, обозначения были такими фигуральными, по линии колхозных полей примерно проходили, никого это никогда не интересовало. Так вот вопрос делимитации границы сейчас становится основным в этих самых переговорах, вот. Потому что и у Армении, и у Азербайджана есть спорные территории, или спорные подходы, да, к тому, как и где должна проходить граница. И, насколько я понимаю, армянские эксклавы в Азербайджане и азербайджанские эксклавы в Армении, это уже все навсегда, они исчезли, да, там было, по-моему, по несколько сел, которые существовали, не принадлежали к Азербайджанской ССР, армянской ССР, соответственно, но были окружены территорией Союзной Республики другой. Они уже с 90-х годов не существуют, этот вопрос, так сказать, заиграли. А вот вопрос прохождения конкретной линии границы, он остается наиболее актуальным для обеих сторон. Я думаю, что сейчас переговоры будут упираться именно в этот вопрос. То есть вопрос Арцаха выходит с повестки, да? Да, и в значительной степени, хотя я считаю, что и в Брюсселе, и, может быть, в дальнейшем будет обсуждаться вопрос потенциальных международных гарантий на случай, если часть карабахских армян все-таки решит вернуться. Хотя бы теоретически этот вопрос еще может обсуждаться. Но я не совсем согласен с тем, что взаимоубираются темы Арцаха и Амегринской дороги. Я как раз считаю наоборот, что если были три основные темы в повестке урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, это Арцах на Горный Карабах, включая Лачинский коридор и проблемы с ним. Это граница между Арменией и Азербайджаном по всей ее протяженности. И это Амегринская дорога. Сегодня в значительной степени убрав с пути препятствия в виде Арцаха с российскими миротворцами, ну с российскими миротворцами пока что это в процессе, но, как видно, Азербайджан эту тему убирает. Он получает возможность сосредоточить свои усилия на двух других вопросах. Поэтому я считаю, что давление со стороны Азербайджана и Турции на Армении, включая тему Мегринского коридора, усилятся. И хотя со стороны официальных лиц Анкары мы слышим, что не хотят армяне, мы через Иран проведем эту дорогу, это скорее сегодня отвлекающий маневр или очень-очень резервный вариант, но никак не основной. Поэтому это давление будет и Армении к этому давлению надо очень сильно готовиться. Спасибо вам большое. Я говорю, что я могу рассказать Борису Новосардянин, Москваиц Ростислав Ищенко. Спасибо вам, Ростислав. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова